Приветствую всех друзья! Сегодня мы поговорим о французском настольном фрезерном прецизионном станке фирмы Крузет FC100. Известно, что было выпущено по крайней мере две версии привлекательного маленького фрезерного станка. Более ранний тип, о котором мы и поговорим, имел клиноременную передачу и простую поворотную вертикальную головку без подачи пиноли. Ну а поздняя версия была более совершенной, с механическим приводом с переменной скоростью за счет расширяющихся и сужающихся шкивов и универсальной головкой с большим зазором между режущим инструментом и столом. В оригинальной модели привода двигателя к шпинделю с коническим роликовым подшипником был разделен двумя промежуточными шкивами, один из которых находился на шлицевом рычаге, что позволяло ему саморегулироваться при жонглировании ремнями с выбором из шести передаточных чисел. В сочетании с двухскоростным двигателем 750 и 1500 оборотов в минуту, эта схема с конечной передачей двумя ремнями давала диапазон из 12 скоростей от 60 до 2500 оборотов в минуту. Вертикальная головка, удобно расположенная для использования распространенных ЦАНГ ШАОБЛЕН-W20 и позволяющая устанавливать оснастку от старых ШАОБЛЕН-12 и некоторых фрезерных станков АСИЕРА, была очень мощной по отношению к своей производительности. Сняв головку, можно было прикрутить на ее место горизонтальный фрезерный адаптер, отливку, которая держала два цельных стальных бруса с тяжелым кронштейном на конце. Хотя такая конструкция не была самой жесткой опорой для горизонтальной фрезы, конечно, по сравнению с обычной опорой, которая держалась либо на ласточкиных хвостах в верхней части колонны, либо на брусьях, проходящих через нее, для данного размера станка она была вполне достаточной. Одним из необычных приспособлений была опора для длинных держателей инструментов при горизонтальном фрезеровании, называемая по-французски люнет, из-за своей формы эта деталь переносилась на стержнях горизонтальной фрезерной опоры. Стол с тремя Т-образными пазами размером 150 на 500 мм имел по краю желоб для охлаждающей жидкости и измерял перемещение с помощью микрометрических лимбов хорошего размера, которые были четко выгравированы и отделаны небликующим сатинированным хромом. Подача мощности только в одном направлении обеспечивалась оригинальной, но запутанной системой. Тяжелая отливка, сформированная изнутри в виде угловой пластины, крепилась к левому торцу колонны и несла на себе двигатель мощностью 0,4 лошадиные силы. Привод передавался вверх клиновидным ремнем на конец вала, проходящего в прочном корпусе подшипника. На другом конце вал был обработан в виде червячной передачи для привода большого червячного колеса, соединенного валом с парой шестерен, которые можно было менять местами для получения 8 скоростей подачи 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 и 250 мм в минуту. Далее шла традиционная конструкция универсального карданного телескопического вала, на внешнем конце которого находилась муфта с парой конических шестерен. Когда шестерни были включены, привод передавался на вторую пару конических шестерен, одна из которых была установлена в качестве муфты вокруг винта подачи стола и приводила его в движение через шпонку. Несмотря на то, что эта схема выглядела аккуратно, на пути к полному удовлетворению стояла одна практическая трудность. Когда требовалось изменить скорость, пластину нужно было открыть, ослабить болт и переставить вал подшипника, прежде чем можно было переместить кленовой ремень со шкива на шкив. Однако сегодня эту трудоемкую и неудобную операцию можно обойти, оставив ремень на средних шкивах и управляя двигателем с помощью инвертора частотно-регулируемого привода. В дополнение к обычному подающему винту, когда требовалась быстрая подача пазов, стол мог приводиться в движение стойкой с помощью двуручного маховика. Умело подобранная система передач позволяла оператору выбирать медленное или быстрое движение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шаублин ДimaTorzok